Мы сейчас стоим перед крупнейшим в мире кирпичным замком, замком, сделанным из кирпича. Это замок Мальборг, который сейчас находится на территории современной Польши. А заложен он был в 1274 году рыцарями Тевтонского ордена. К тому моменту крестоносцы перенесли основной акцент своей захватнической политики с Палестины именно в это направление. В 1309 году сюда из Венеции была перемещена резиденция великого магистра Тевтонского ордена и развернулось грандиозное строительство. В XIV-XV веках замок, окруженный четырьмя линиями обороны, с огромными запасами продовольствия и вооружения, многочисленным внутренним гарнизоном превратился в мощнейший пункт обороны крестоносцев. Но время шло, и в 1457 году замок был выкуплен польскими королями и стал одной из их резиденций. К XIX веку здесь развернулась уже огромная реконструкция с целью возвращения ему средневекового облика. Много лет шла реконструкция, но во время Второй мировой войны замок был фактически разрушен до нуля и практически был возведен заново уже в послевоенные годы. До сегодняшнего дня территория этого замка составляет, можете себе представить, более чем 210 тысяч квадратных метров. И, конечно, хотя бы раз в жизни в таком месте нужно побывать. Но если вы не можете доехать сюда сами, пойдем с нами. И сейчас мы с вами туда потихонечку будем заходить. Территория замка настолько огромная, что мы расскажем о ней в целых трех видео. Ну, чтобы не перегружать вас лишней информацией. Итак, сегодня у нас Нижний замок. Покупаем билеты. Ну вот, мы купили уже билеты. Да, за один билет стоит около 600 рублей. И также прилагается бесплатно. Да, бесплатно дают аудиогид и вот такую карту. Так что пошли. Ну, мы уже стали... Лично я, по-моему, вообще похожа на Фрица. Ну, вперед. Карте нарисован маршрут, по которому мы пойдем. Так, значит, ну что... Включаем аудиогид и идем. Заходим. Замок был взят всего один раз в истории. В 1410 году польский король Егайло его захватил у тефтонцев. Ни до, ни после замок не удавалось брать никому. Еще и двойные стены. То есть мы прошли через первые. Вот между стенами еще и расстояние. Вот деревянный мост, который ведет уже непосредственно в замок. Замок Мальбор. Неприступная твердыня тефтонского ордена. Рыцари-крестоносцы владели им вплоть до 1456 года, когда великий магистр передал его богемским наемникам в уплату долга. Кстати, за это время замок ни разу не взяли штурмом. Этот деревянный мост был подъемный. При подходе врагов его, естественно, поднимали. А вот там виднеется решетка, которая опускалась. Причем видите, какие ворота небольшие по размеру. То есть здесь, я не знаю, если два конника, там три человека могут пройти рядом. Вот этот навесной балкон, с которого на врагов, пытающихся проникнуть в замок, лили горящую смолу, бросали ядра. То есть защищались по полной программе. Ну, сейчас вход у нас совершенно открыт. Нас ведет аудиогид, и мы заходим в этот замок. Здесь ворота какая-то с дверочкой. Да, ворота с дверочкой. Ну, потому что когда надо, значит, заходили, вернее, заезжали. Да, когда надо. Ну, вот мы и зашли в этот огромный двор. Это оружейное здание огромное. Там конюшни в этом желтом здании. Вот это огромное здание, это костел. И я думаю, что уже сами размеры костела говорят о том, сколько здесь было народу, какое большое количество. Так, сейчас вот через эти ворота мы проследуем еще через одно укрепление, непосредственно уже в сам вот этот огромный-огромный замок. И, кстати, хочу отметить, что замок Мальборг внесен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества. Сейчас вот, видимо, уже здесь у нас проверят билеты. И мы пойдем дальше. Еще нас предупредили, что на территории замка можно фотографировать, вести съемки только без вспышек. Какая-то сторожка. Вот такой еще один деревянный уже крытый мост. Вот они, знаменитые ромбы крестоносцев. Тевтонский орден тоже орден крестоносцев. Разросшийся, так. И опять несколько, я бы сказала, этапов пройти через ворота. Смотрите, это первый. Вот такая железная тоже воротина с маленькой дверью. Дальше решетка. Так, уже с какими-то даже гирями. И вот там вот, смотрите, в воротах тоже из нескольких они состоят частей. И уже вот такая маленькая дверка. Вот там находятся больницы между разными частями ворот. Здесь тоже стреляли из оружия в тех, кто пытался захватить замок. И вот, смотрите, вот следующая часть ворот. И здесь все время железные двери сменяются дубовыми. Вот. Ну, и наконец мы выходим уже во двор замка. Это внутренний двор среднего замка. На этом первая часть нашей прогулки по замку Мальборг заканчивается. Ставьте нам свои лайки, пишите комментарии. В следующем видео мы вам покажем и расскажем про средний замок. Кстати, не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить наши новые и интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok